Всем привет, с вами Тексус и Вика. Я решил вот перед поездкой в Париж записать обзор, потому что вышел компендос. И знаете, я вот так мельком посмотрел этот самый такой сочный компендиум за всё время. И, ну, заставка стартовая уже хороша, в целом вы её видите на экранах. Давайте я буду, ну, чекать, что вышло, и заодно буду это в доте проверять. Такой вот обзор слэш-реакция получится. Ну, я уже сказал, что такой весьма красивый фарват. Я, насколько я понимаю, здесь тема джунглей. Да, тема джунглей у нас на этом инте будет, и уже красиво. И, кстати, будет фиолетовый Интернешнл. Прошлый был зелёным, у меня там сбоку слэта Егис. Этот будет фиолетовый, и мне нравится. Если бы он ещё дошёл с цветочками такими, было бы вообще кайф. В коллекцию я бы себе его добавил. Ну, стандартный призовой фонд, миллион шестьсот, это понятно. Вступить, кстати, уже обновление, точнее такое нововведение. Раньше можно было купить максимум 75 лвлов за 35 баксов, по-моему. Сейчас же можно купить за десятку, ну, обычно, как было раньше. За 50 долларов купить можно... Ой, за 29 долларов купить можно, конечно, 50 лвлов. И получается за 45 баксов со скидкой 15% можно купить соточку лвлов сразу. То есть, Valve немножко изменили количество закупов, получается. Не, подожди, ещё рано. Габен, подожди. Чуть попозже. Я компиндос куплю, но, пожалуй, я сделал такой уже прям покупку, обзор, разбор, когда вернусь в Париже. А сейчас, ну, времени нет. У меня уже самолёт через 6 часов, по-моему, или 5. В общем, суть важна. Так, новые возможности. Ярость Морокай. Глубоко в джунглях грозной лощины лежат руины древней цивилизации. Скрыты за зеленью и спутаны лозами. Но здесь таится не только ветхие постройки и богатая растительность. Чего? В смысле, нет. А что это? Но здесь таятся не только ветхие постройки и богатая растительность. А, да. Ну, я тупой. Так, особо события скоро. Ладно, скоро, каминг-сун. Ну, как бы, Valve и скоро, вы понимаете, как это работает. Так, поробуждение Морокай. Это видим какой-то а-ля Годень. Два древних зверя. И их нужно уничтожить союзниками. Да, что-то в этом роде. Кормить чудовищ. Чтобы вернуть потерянные... Ну, кормите чудовищ. Чтобы вернуть потерянные... Типа как Дегимон. Откуда я знаю? Нужна энергия. Собирайте ее во время игры. Убивай героев. Так, ладно. Понятно, короче. И получайте награды. А ну-ка. Давайте чекнем, как это в доте смотрится. Я так понимаю, это какой-то зов в джунгли. Там уже написано, что уже доступно. Хотя здесь написано, что события скоро. Насколько я понимаю, это эта тема. То есть, вот этот поход в джунгли. Он уже доступен. И здесь прям такая огромная карта. Смотрится очень здорово. При этом есть вот разные ветки. А нет. Это, наверное, такие задания, как были ветки. Вот помните, на прошлом веке тоже была такая тема, что ветка команда, поддержка. И получается основа. Выполняете. Получаете там осколки. Получаете сетики. Там есть правила. Есть свод обозначений. Да. Это как были подземные вот эти челленджи. Это такое же. И вот здесь есть описание, как это работает. То есть, продвигаться можно по этой локации. При этом там за левела компендиума дают, вот, допустим, топорики для похода в джунгли. И... А, вот. Я рассмаракать скоро. Так что событие еще не вышло. Увы. Но будет, мне кажется, сочно. Я думаю, что даже можно будет устроить стримы с подписчиками. Поиграть в эту тему. Ну, ждем информации. Ладно. Го дальше. Тогда вот по сайту. Там как-то красочней. Ну, и попутно будем чекать дотком. Так. Вот этот джангл экспедишн. Вот такие сеты, видимо, будут выпадать. Муха дазл. Муха цц. Странный дазл. Урса такой с кристаллами. Ну, и свенчик. Знаете, такой вот в стиле этих. Где-то майя, да. Похож на майя. Ну, интересные сеты. Муха забавный. Так. Живые башни. Во! Это вообще кайф. Вы зацените этот. Я не знаю. Детеныш Тини и башни. Тини, видимо, башню жахнул. И вот такое получилось. А это еще к ним СФ присоединился. И вышла веселая пати. Ну, забавно смотрится, конечно. Знаете, такие вот отсылки к первой доте. Там тоже были тренды, получается, у Радианта. И они тоже такие были, ну, как живые. Метались камнями. И вот даже Алды помнят, их можно было выкопать. Ну, забавненько. Я так понимаю, это дают за левела Компиндоса. И вот интересно. То есть, как это работает? Если у тебя есть этот, ну, не таунт, этот стиль. То у тебя башня такая, а у остальных обычная. Или если хотя бы у одного есть такая башня, то у всех башня меняется. Вот я немного не понял. Ну, и понятное дело, что предмет будет уникальным. Его нельзя продать. Да, ну, это понятно. Так, какой левел нужен? Непонятно. Повысь уровень. Получи шмотку. Ну, в общем, какой-то левел нужен. Может, ниже я чуть позже узнаю. Хотя, может быть, это в доте доступно. А ну-ка, давайте чекнем доту. Так, сокровищница. Это понятно. Музыка. Набор курсоров. Ну, такие спойлеры, конечно, залетают заранее. Дай пять первого уровня. В смысле первого уровня. Какая-то хренатень. Заряд обезьян. А, это спам вот этот, который был доступен. Ну, как обычно. То есть, там снежки были, а сейчас обезьянки будут. Ну, прикольно. Какая милаха. Лопата. Да нет, мы не спойлили. Да нет, секунду. Ладно, в общем, я не знаю, куда ему нужен левел. Но, может быть, чуть позже мы эту информацию узнаем с вами вместе. Так. Новые расходники. Это я показал. Почему-то на сайте оно не показывает. Глупая везьянка. Барабаны войны. И снейк баллунс. В общем, я это показал только что. Вэлф, почините. А, они видны. Вот они такие милипиздрюченькие штучки. Вот здесь. И тут, я так понимаю, должна быть картинка, либо видос. Но он не работает. Так. Испытание тренера. Так. Это что? Медали даже есть. Можно взять золотую медаль тренера. Способны ли вы привести команду незнакомцев к славе? А, я так понимаю, то есть, ты можешь найти какой-то режим, где ты будешь тренером. То есть, шестым игроком команды. Хм. Ну. Чё это такое? Прикольно вроде. Ну, это так. Ну, ты знаете, я не знаю. Это чисто побаловаться. Это ненадолго. Да не, ну, в принципе, можно покатать. Просто... Не, покатать. Но это типа на месяц. То есть, этим не будет, ну, типа, пользоваться постоянно. То есть, это просто так. Побаловаться и хватит. Ну, есть и есть. Пускай будет. Я, видимо, слишком громкий. Я микрофон на себя уберу подальше. Кстати, микрофон HyperX. Ссылка в описании. Так. Искатель групп. Новое испытание. Так. Искатель групп. Поможет вам создать список приятных игроков. При этом, не добавляя в друзья. Вносите союзников в список. И перед поиском игры, включайте искателя групп. Чтобы пригласить к себе всех людей из списка. Прикольно. Это получается, то есть, вы играете в доту. Вам кто-то нравится как игрок. Но вы не хотите добавлять в друзья. При этом, он как бы играет норм. И шанс... То есть, с этим поиском шанс того, что вы с ними сыграете еще раз, будет больше. Ну, это... Это нормально. И вот есть эта тема, которая тоже, кстати, весьма эффективна. То есть, вы можете заблокировать того, кто был вот прям дно днищенское. Говорит, ты паскуда-тварь, короче. И тебя вот избегаешь. Все, доджишь. Это классно. Хотя, знаете, есть как бы нюанс с тем, что процентов 90 ваших тиммейтов будут вас избегать. Или вы их. Так, ладно. Выбор лучшего игрока. О, Рубен по центру. Вот как надо, молодцы. Так, в этом сезоне после каждой игры у вас есть шанс получить звание лучшего игрока. О, плюс ЧСВ, это нормально. Когда крепость падет, каждый участник игры сможет выбрать своего претендента из победившей команды. А, то есть, каждую часть. Сейчас. А, ну да, понятно. Игрок, который будет лучшим, будет отмечен в информации о матче. И в начале следующей игры в ленте события расскажет о достижении его друзьям. Владельцы боевого пропуска, выбранные лучшими достаточно раз, получают достижения. И полагающие за них боевые очки. В общем, это будет обуститься, конечно. Но фишка прикольная. Знамя с аватаром. Напомнить своим врагам, кто главный на поле боя. Ну, это зная поставить, понятно. То есть, с аватарка, видите, какого забавного. Кстати, акула, которая с Икеи была. Вот, даже мемас есть в доте. Кто шарит, тот поймет. Да и пять есть тема. Отметьте волнующее. Отметьте волнующие победы и забавные неудачи. Используйте жест D5. Ну, это, знаете, спам для Virtus.pro ввели. То есть, там пятюни будут отлетать вот так, вот как орешки. В каждом матче. Ух, какой опасный фурион. Экран соперников. Ух ты. Красиво как смотрится. Теперь игроки могут покрасоваться еще до выхода на линию. Представляем обновленный экран соперников. Он представит каждую команду. Выделит одного героя с самыми большими заслугами. Результаты недавних игр. Уровень боевого пропуска. Геройская статистика Dota+. Надеты предметы. Все это повышает шанс оказаться у всех на виду. Это охрененно. Ну, это прикольно, кстати. Ну, мне нравится. Знаете, такая визуализация, улучшение. Очень красиво. Вот старый драфт был такой себе. Вот еще старый Алдепоис в этих квадратах. Новый классный. Это еще как раз и дополнение. И это будет красочно. То есть вот именно в плане стриминга, в плане комментирования это должно быть очень красиво. О, Олджино Тейл. Класс. Вот Лойс за такое. Другие функции. Так, это что у нас? Другие функции. Друзья и враги, изучайте популярные стратегии с помощью помощных героев. Оцените выбранного вами персонажа на основе остальных. А, то есть классно. Это... Хотя это непонятно. То есть это функция Дота Плюса или функция именно Компин Доса? Потому что, по идее, это как Дота Плюс должно идти. Так, это что? Помощник по стаку лагерей. А, ну это еще одно обключение Доты, чтобы нубасики могли стакать. Хотя, казалось бы, ты жмешь Альт, ты видишь спаун и стакаешь. А тут секунда пишется. То есть ты знаешь, на какой секунде нужно стакать НС. Твои ролики стали еще более... Я этого не говорил. Так, ладно. Варды. Помощник по вардам. А, еще и подсказывает, куда вард поставить. Ну и еще. Ну прощение. То есть, я не знаю. Это для... Ну хотя ладно, окей. Это, чтобы новичкам было не так сложно. Сводка урона. То есть магия, физ и чистый получается урон. И, окей, милый мипарик. Так, это же... Ой, мипарик. Сларк. Мипарик вон у вас сбоку. Добавьте смайлики. Смайлики. Сообщению, чата. Чтобы доходчиво донести свое мнение. Вот. Добавляй смайлик, будь доходчиво. Вот, как бы, слушай Габена. Привычные возможности. Это стандартно. То есть, можно удвоить левел. Можно перековать награды. Ну, лишние иммортал вещи можно перевести в левела, получается. А, за голосование за Аркану. Можно делать ставки, ролевой рейтинг, голосование за Аркану. Типы в игре. Викторина будет на стадию поиска матча. И Компендиум за Интернешнл. Также возвращают. Кайсорилай. Любимая команда. Прогнозы на игры. Испытания. Герой дня. Недельное испытание. И достижения. То есть, это мы уже видели. Это мы уже знаем. Награды боевого пропуска. Повышайте свой боевой уровень. Получайте различные внутриигровые награды. Ну, это понятно. И вот они, шмоточки. Ну, пока, конечно, вышла лишь первая сокровищница. Вторая выйдет, я думаю, через... Ну, как только призовый фонд перестанет расти нормально, она выйдет новая. Ну, это стандартная практика Valve. Надеемся, что это будет не слишком долго. Затянуто. И вот такие коготочки у лайфстилера. Дред. Коготочки. Класс. Так, дальше у нас идет ДПХ. Маск оф Мортис. Красиво. И меняется эффект Сэлланса. Ну, здесь смотреть проще, нежели в доте. Да, тут нет звука, но, в принципе, и пофиг. Не так уж он и нужен. Ну, шмотка классная. Ну, Valve у меня идет Эмморталки. Ух, красиво. Красиво. Интересно, а если будет анимация Сэлланса, она будет такая же? О. Да. Нет, меняется. Черная такая личика. Ха. Блэк фейс. Так, ладно, понятно. Дальше. Никс у нас идет. Спина с эффектом карапасов. Ух, какой. Ля какой. Неплох. Так, Скай. Какие крутые крылья. Вот, если что, она фанат Скайя прям. Очень жесткий. Меняет ему болт. Ну, в смысле, Аркейн болт. Ой, шутечки такие. Покажи свой болт. О, какой у него болт. Птичка. Да. Раньше были голуби, сейчас какие-то, ну, видимо, с джунгля, какие-то попугайчики там. Не, нет, это попугай. Ну, в общем, эти маленькие, калибри. Вроде бы они. Хрена себе, отожравшиеся калибри. С тараской. Ух, какой у него хороший. Смотрите, у него там в виде, то есть щит. Биво. Да, щит, получается, и этот, шлем с рогами, и вот этот, как спартанский. Биво. Ну, таких, как шлем спартанский, то есть сзади. То есть там шлем и щит такой. Красиво смотрится. Меняет ему Double Age анимацию. Так, леший. Ну, рога. Что-то, по-моему, вроде было. Ну, у лешего, получается, уже рога вроде были или нет. У него точно есть посох, типа. У него есть рога, просто они другие чуть-чуть. Ну, тут те, как по мне, даже симпатичные. Я более кем-менее. А, ну ладно, красивые дебы. Красивые, да. Очень даже. Очень классные. А дальше идут уже, ну, более уникальные. То есть вот эти шмотки вы точно выбиваете, если у вас будут шесть сундуков, получается. А те никогда в жизни. А эти, возможно. Никогда в жизни. Ух ты. Это какая-то наковальня такая интересная. Это темп. Фиссуру меняет. Это ж... То есть мне как-то показалось, что похоже на шмотку. Вот знаете, эти были... Я тоже похоже на шмотку. Были шмотки такие в дочь, которые нужны были для того, чтобы гем выковать. Ну, со шмотки достать гем. То есть они похожи были. Красивый разлом, конечно. Классная фиссура. Уже не первый анимас, который меняет вот вид фиссуры. Это крутая. Хотя мне в целом нравится и фиссура эта. Красная. Которая у ЕГЭ была огненная. Тоже крутая. Так, лайфстиллер. Это золотой лось... Это понятно. Золотой... Золотой. Золотой. Золотая. Это круче. Кстати. Это круче. Вот реально. Это как бы, ну... Прикольно, конечно, но... Вот это прям охрененно. Фиолетовый классный, но этот еще круче. Серьезный. При этом у него... У него еще есть этот... У него есть посох, по-моему, золотой. Да, есть. Там, который стоит 300 баксов или 400 баксов. В общем, дорогой посох. И... Вот. Такой вот лук. Не, уже не знаю. Ну, такой, знаете, похоже на лук из линейки. Да, да. Вот в этом... Или в... Варкрафта. И... Получается, эта тема... Ну, я думаю, что у игрока в ВП вы это увидите. ВП там много вливается в компиндос, так что у них такая шмотка будет. Увидите на стриме. Так. Ну, второй сундук еще недоступен, конечно. То есть, тут кнопка не работает. Empire. Ландшафт. Китайский. Еее. Ну, джунгель такой. То есть, вот такие башенки, типа, стоят. А, ну, майя, да. Это типа майя. Ну, да. Просто дракону. Ну, покажи. Красиво. Красиво. А ну-ка, может быть, его в доте можно увидеть. Ландшафт. Он падает за какой-то... А, за 160 левел. Кстати, я увидел только что кнопочку. Вот, видите? Тут левела пишется, какой нужен для шмотки. И, может быть, там даже был левел сверху, где я упустил что-то там. А что, расходники? Не, не расходники. Нет, вот это. Башни. Нет, не пишется. Ну, тут нет всплывашки. Ну, ладно. Так, в общем, 160 левелов, и у вас будет такая карта. Сейчас я попробую ее, ну, чекнуть. Может быть, она в доте доступна, чтобы посмотреть. Кстати, пишу в комментарии, вот, какой левел ты 100% будешь апать. Эх, когда-то в доту добавят и мое колесо. Точнее, мою фразу в лесу чата. Но не сегодня. Вот. Такая карта получается. Ну, красиво, кстати. Даже очень красивая. Можно ее опробовать. Что вылетел? Опробовал. Дота сломалась и меня выкинула. Опробуй. И, говорит, обновление вышло. Да, да, да. Давай это. Дота, не бузи. Вот она, карта. Кстати, очень классно смотрится. Ну, определенно, с вот таким вот дизайном я буду делать хайлайты. Ну, и я думаю, что в эфирах студии вы тоже увидите. Ну, круто, кстати. То есть, есть такие карты, которые были, ну, не акти проработанные. Там, допустим, даже подводные. Там были вопросы. И пещера тоже, которые вот эти камни постоянно вылазили в экране. А здесь классно. Кстати, лава там какая-то у Рошана подтекает. Но мне нравится, не знаю. Вот как вам? Пишите в комментарии. Идем дальше. И тут шмоточка престижная на Тине. Это не Зевс, это Тине. Это Зевс, это маска. Это таркана на Зевса. 255-й левел. Ну, шмотку можно получить лишь в Кампиндосе. Вы потом ее не купите. Тине трахнул Зевса. Может быть. Тине там и вышку трахнул, и Зевса жахнул. Короче, он такой, Тине Зрачуга. Как оказывалось в 2019-м. Особая анимация Эвеланджа и Тригреба. То есть, ну, бревно будет новое. И даже я это опробую, пожалуй. Не опробую. Пожалуй, я эту шмотку. Потому что скоро. Она еще не готова. Ой. Готова картинка. А сейчас вот. Немножко. Ладно, не буду шутить на эту тему. В общем, инвокер мальчик. Такой молодой, красивый. За 305-й левел попадает. И это... Суть в том, что сейчас Valve будут вводить тему альтернативных личностей героя. То есть, решили не сделать ребенка инвокера. У него будет новая моделька, новая тема. Анимация, озвучка будет новая. То есть, теперь у вас не только будут тиммейты орать детским голосом. Еще и инвокер будет тоже орать молодым голосом. Надеюсь, вам это понравится. Ну, я так понимаю, что оно не готово. Скорее всего нет. Давайте посмотрим. 305-й левел. Да. Да. Ждите. Ладно, это пол. Это шейкер. 365-й левел. Аркана на шейкера. Очень грозный. И еще то, что еще есть шмотка. Качество иммортал в первой... Этой... В первой сокровищнице. То шейкероса вы можете прям красиво приодеть. Ну, и я думаю, что аркана это... О, кстати. 335-й. Вот, я нашел вышки вот эти. Вот, вышки за 335-й левел. Вот такие они красивые. Тинеобразные. Это, знаете, вот... Тине-клокверк постарался, мне кажется. Ну, есть это... Ну, Тине-клокверк. Видишь, у нее такая харри, как у Клокверка. У инвокера похожие. А то, типа... А то был третьим, видимо, СФ. У инвокера. Да, в общем, скоро будет шмотка. Ну, вэлф как бы выпустили, но оно как бы не готово. Я типа выпустил, но типа нет. Как бы апайте, но потом мы дадим вам шмотку. Отвечаю. Это как аркана. Знаете, была вот аркана... Ну, крайняя на кого? На Рубена. Ее выпускали долго. И... Кстати. Вот я чуть позже... Как аркан. Да, еще чуть позже кое-что расскажу. Вот. Там тоже снизу написано. Вэлф нормально рофлят. А это просто нечто. Вы посмотрите на эту красную макаку обезьянов. На! С ноги. Иди сюда. За ВДВ. Это типа трое альтернативное. Это просто акс без топора. То есть это вроде бы и не аркана. Просто акс себя как дома чувствует. Ох, на тебе в голову, блин. Блядь. Опа. И этого тоже. И просто да, да, да. Это Халк крушить. Халк крушить. Кстати, да. Это Красный Халк. Это Красный Халк. Вот Марвел не показали, а он показал. На тебе. Ну, он недоступен, мне кажется. Он доступен. Давайте посмотрим. Доступен? Да. Хухух. Вэлф, я понимаю, что это самое было главное в этом компиндосе. Это смесь Адама и... Я думаю, что так сделает каждый, в принципе. Я буду первым. Первым? Эй, там что-то торчит. Ну... Это... Просто текстурка... Ну, это, короче... Будем считать, что... Ютуб, не бань, пожалуйста. Да. Не, ну... Прикольно. Я не знаю, что это такое, типа... О, пятюня. Пятюня. Просто я не знаю, что тут... Ну, пятюню дай. На пробел пятюня дается. Ну, нет. Короче, я... Ну, корот... Я... Я все, не молчаю. Дал пятюню. Поставил знамя. Вот такой вот акс. Суровый. Ты не знаешь. Лупец ноги. На. На. Ушатаева. Ну-ка. Давай, сейчас осла. Будем бурить. Вот так вот. Вот так вот. И так им. И так им. Вот, закрутил. Оп, как смазал. Еще рада такой. На. Нет анимации. Получается ультимейта и контр-хеликса. И это получается набор из четырех шмоток. Модификаторов. Халк крушить. Акс крушить. Так. Сезонные звуки для колесочата. А вот и звук. Набор корейский комментатору. Все. Здесь же. Это корейский. Но это даже лучше. Дол. 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 Эти. Грэнчиш, папа, боль. Нак, боль. You know what's cooking? Бум. I estimate the probability of winning to be above 99% I'm not angry, I'm just disappointed Это кто-то комментировал? Нет, это это с Портала I estimate the probability of winning to be above 1% Так, мне что интересно, вот эти фразочки, колесочата, русскоязычные Да? 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 Нет Каспер Да? 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 Нет Вот это врыв! Это Майл по идее Опять Каспер Такой же ты бешеный, а? Опять Каспер Накупо! Накупо! Так, как-то я не понял, три фразы Каспера, одна про Замайла и все Возможно, я что-то упустил, пиши в комменты Так, продолжаем, крипы на линии особые Ох, какой у нас этот... Это крокодил Ну это крокодил, знаешь, это еще раса какая-то была такая в какой-то игре О, блин, забыл Ну прикольные крипы, кстати Хамелеон и крокодильчик За сто восемьдесят второй левел дают этих крипов Прикольно Ну и они будут сочетаться с дизайном ландшафта Overgroup Empire Насмешки Четвертый, шестнадцатый левел Ну, давайте посмотрим их поближе Какой радостный слордарчик Барабанная дробь, на! Барабанная дробь, кия! Неплохо Какой серфер Чего? Это... Это торможение И это под Аркану, ну... А, нет, не Аркану, там шмотка на тене Не знаю, это странно Это странно А как он будет большим это делать? Ну, будет большим колесом таким Такой вот, этот, который в аэропорту Посадочные полосы Давай, давай, садись! Нордстар! Нордстар Канкан? Нет, это не Канкан Похоже, то есть Похоже, да, но... Прикольно 3.32 Ну, Велф могли бы подрофлить, конечно, с левелом Но не захотели А почему так? Вопросы были только что Баскетбол? Да Круто Баскетбол-куроки Круто Оооо Че он не на велике, знаешь, типа, мишка на велике Как... То есть... Да когда еще есть по-на-колесо? Ну, ну... То есть в Велфу удалили шмотк Тогда вот урсея, которая сейчас стоит много Ковбойская, потому что был слишком рофленый, а сейчас это... А теперь представь ковбоя на этом колесе Да Вот такой милый курьер Это какой-то жук-навозник, наверное А, там еще на весь сверху А, там еще на весь сверху Там еще сверху Парочка бунтовщиков, получается Бун... Бунтовщиков Живой Это доказательство того, что безмолвные незнакомцы из совершенно разных культур Могут оставить разногласия и помочь друг другу бежать как можно дальше от дома Включает 6 стилей для панциря Ну, за 1000 плюс левел ты все открываешь стили, в принципе Ну, они в целом вот отображаются на этой анимации Так, еще парочку Кстати, у нее постоянно меняется хобот Его За сотый левел можно себе улучшить колесо с чата Отметьте эпичный момент игры, используя знаменитый клич из гранд-финала прошлого НТА Ох, здесь Себастьяна, отсылочка к Себу Набор комментаторов Дарквиллу О, это будет интересно Я думаю, что Valve могли эту шмотку еще не сделать Есть у меня, точнее, не шмотку, а звук не сделать Да, скоро В общем, этого тоже еще нет Увы Смотрите, он не озвучил Комплект музыки Музыка вроде выдается на старте Вот он Комплект музыки Такой вот крип А, нет, не крип, это тренд-дирижер И комплект музыки В общем, я его не врублю Кстати, написано, что эту музыку написал Рассел Брауэр Лауреат премии Эмми Так что явно должна быть очень-очень крутая музыка Я позже ее вам покажу Ну, либо сами вы в доте услышите Но Если вдруг после Парижа я сделаю еще более полный обзор Ну, и может быть, Valve доделаю то, что как бы анонсировали, но еще не выпустили Так что, в принципе, можно растянуть обзоры на как бы серию выпусков Эффект атаки в дальнем бою Представляем За 1575 левел Фух, Valve То есть, серьезно, за анимацию выстрела Так, получите новый сезонный эффект для атаки героев дальнего боя Каждый снаряд отправлен в цель будет особенным А в чем он особенный? То есть, я не понимаю Они же одинаковые Нет, имеется в виду, что, типа, раньше была просто атака, а теперь она светящая И все Так, типа, каждый будет особенным То есть, я думал, что они отличаются только от друга Нет, ну, имеется Нет Не знаю Это дис... это... дискриминация милишников Нет, я думаю, для милишников просто чуть попозже что-то сделают Не, ну-ка, это многовато То есть, награда слишком много, слишком дорого Это, типа, не то, что должно быть у каждого Если ты хочешь это получить, то задонять, пожалуйста А не хочешь, ну, не надо Так, Overgrowth эмблема Редко награда выйдет у вас из толпы Отметит ваши... Отметив всех ваших героев А, это мы показывали Это падает в этом В сундуке В сокровище Ну, это очень редкая шмотка Но у кого-то из ВП она будет Ну и эффекты Эффекты сезонные Это, как бы, стандартная практика Сейчас они будут все в фиолетовом таком стиле Лечение фонтана Левел 1 Телепортация Блинкдаггер Левел ап Еул Фонтан номер 2 То есть это вот такой, ну, больше анимаций, больше полигонов, больше пикселей Телепорт 2 Ладно, давайте посмотрим все-таки Там просто цветочки появились Ну да То есть тоже больше анимаций Форстав Забавно летит ууууу! kidding 레슨! ууу уууу! бо dynamically! я никогда не замечала длиндаггер уауу... clsceletèixer больше появляется фонтан еще один еще больше цветочков богу цветочков это bottle фазы телепорт уровень 3 еще больше это мека красиво кстати молнии мельнер или молнии маустром точнее красиво добивание союзника ну знак вопроса фиолетовый radiance да то есть такое было уже похожее просто цвет другой а шива до крутая шива и а это анимация атаки то есть вот эффект за 1575 левел кстати шива тоже дорогая 1245 левел кампин доса новые спреи забавно реки мару милаха и тут милаха и тут милаха много спрей вы можете найти в доте принц там несложно там их много они там забавненькие такие вот допустим зев с монеткой отсылка к марио такая есть насмешка в доте там знак вопроса sky это в принципе вы сможете в доте да это спрей который ты как графики так видео уже затягивается что давайте чуть быстрее я не буду там все открывать отдельно выделим на это позже время то как бы самолет coming soon надо хоть чуть-ка вздремнуть вардецкий вардецкий кстати такой перепуганный в шоке вард охреневает от того что с ним происходит прикольный ну я думаю что смотрите его ближе хотя можно вот он перепуганный вард смотрит во все стороны ну вот твою мать что происходит где я что это за люди рядом не ломай меня реку можно будет заколдовать это тоже как бы норма ртутная река получается и сушеная река масляная река заряженная река склизская река волшебная река и кровавая река уху награды фишки но это я думаю все помнят фишки даются вот за лавала чем больше лавал тем больше фишек и когда вы ставите фишки вы можете себе обузить значит подымать лава компедоса при победе ну и принципе много обузеров там допустим в дискорде есть каналы где можно как бы сливать друг другу эти фишки ну а по рейтинг это что вообще такое шанс на награду и там будет очень предмет внутри список редких предметов и туда же всего штука 25 штук допустим таких вот какие-то выпадает лава бэби рошан кстати это очень очень дорого видимо да в общем очень редкая штука и если вам падает вот что-то из этого то вы наверное покупать себе автомобиль так ну и вот главный рофл от вэлф ну как бы а егэс понятно мне приехал вот там стоит сейчас века покажет и крох рошан и как бы сообщение даже уточнение о доставке новый процесс налажен хорошо у вэлф и как только компендиум закончится но в плане вот лавала уже ваши будут заморожены вэлф начнут отправку я напомню что я задатил 2к лавелов у меня есть а егэс рошан мой еще не отправлен и еще один нюанс то есть типы которые еще в 2017 году донатили себе 2к лавелов им пришел рошан но очень голимый и вэлф обещали его переделать переделать они его вроде смогли но еще многим он не дошел то есть рошанов еще нет по факту с 2017 года а вэлф тут обещает что сразу отправиться за 19 не доверяя этому я вот думаю донатили ли мне 2к лавелов то есть тысячу я апну а вот 2к не знаю ну и да опять же снизу предложение о покупке вэлф как бы умеет маркетинг стандартная практика там какого-то сайта где идет этот мульти маркетинг сверху снизу кнопочки покупайте сейчас стало как то якобы более выгодно сейчас сотня сразу залетает за 45 баксов ну в общем такие вот дела я конечно же разыграю но чуть позже как я уже сказал неоднократно я уже через пару часов улетаю в париж будет контент здесь не лат менеджера века будет для вас пилить хайлайты хайлайты будут без комментирования но под эпичную музыку так что поддержи канал лайком подпиской пиши в комменты что тебе в этом комментарии понравилось пиши свои предположения когда же в элф из выпустят то что как бы анонсировали но написано скоро я думаю что аркана будет где-то в конце июля надеюсь на это что хотя бы в конце июля в общем я буду читать комментарии пока буду ехать париж точнее лететь париж ну и жми палец вверх с вами был texas вика подписывайся на instagram кстати вики пока а